здравствуйте друзья с вами антон дьяченко и в этом видео мы с вами немножко поговорим о архивации файлов windows и так windows на данный момент есть два самых распространенных архиватора это winrar и 7-zip вот оба работают на ура но winrar является условно бесплатной программой у нее есть пробный период 40 дней вот после она начинает ругаться что не зарегистрированная версия но продолжает дальше работать программка 7-zip является полностью бесплатной и так зачем собственно вообще нужно архиваться раньше ее применяли для освобождения свободного места на своем жестком диске также было очень удобно и очень экономично передавать данные по слабым интернет каналам вот сейчас же в принципе с интернетом у всех хорошо я надеюсь вот и желаю чтобы было еще лучше и архиваторы используются для для удобства то есть чтобы не передавать кучу файлов через интернет а передавать один файл либо залить его на облачные сервисы и дать просто ссылочку вот и так рассмотрим один из архиваторов статье мы рассматривали winrar давайте попробуем посмотреть 7-zip так есть у нас папочка вот вы соответственно заходите на сайт сайт приведем допустим вот этот вот и скачивать для своей разрядности операционной системы 32 либо 64 дистрибутив дистрибутив чеки устанавливаете его установка простая так после установки вы на любой папочке либо файле который вам нужно заархивировать либо несколько файлов нажмете правую кнопку мышки и в случае winrar выбираете добавить в архив случае 7-zip также выбирайте добавить в архив давайте откроем еще и winrar для сравнения вот программка как мне кажется заметно проще чем winrar вот у нее нет кучи вот этих вкладок просто одно окошко и все здесь вы можете выбрать имя архива которого имя архива вот затем с помощью вот этой клавиши вы можете выбрать расположение архива здесь выполняет эту функцию кнопочка обзор вот так же вы можете выбрать значит формат архива здесь выбирайте либо рар либо zip здесь же вы можете выбрать 4 формата но по умолчанию 7 z отлично так вы выбираете уровень сжатия то есть можете выбрать без сжатия и как бы весел нужно по максимуму зажать выбирайте ультра вот вот эти штуки вы не трогаете это подстраиваться под уровень сжатия характеристики вот и вы можете разбить архив на тома для удобства допустим переноса либо отправки файлов через интернет то все можете выбрать установленные границы то есть допустим на 7 700 метров все нужно другой гигабайт его разбить вот так можно сделать так ну режим изменения помог я всегда работаю с вот этим режимом и в принципе никогда не нужно мне было менять вот тут что что какой минус в этой программке тут справка по английскому вот и поэтому если вас интересует информация о режимах изменения то можно воспользоваться справочкой винрара тут фактически такие же но их немножко больше режимов изменения но есть совпадающие и прочитать можно их следующим образом все по-русски формат вот методы обновления добавить замены файлов добавить с обновлением обновить то есть принципе не проблема так вот это вот этот флажочек или галочка создать из фейкс архив создает архив сам распакующийся у него имеется расширение экзе то есть туда добавляется еще компактный распаковщик и партнеру вашему необходимо будет просто запустить этот экзе файл и выбрать место для распаковки также эта опция есть и винрари вот сжимать открытые для записи файлы по-моему служит для того чтобы если вы добавляете в архив открытый файл то есть вы его сейчас редактируете чтобы она его нажимала иначе она его запакует без сжатия по моему так так что еще интересненького вы можете зашифровать свой архив для этого потребу нужно ввести пароль и повторить пароль вот метод шифрования не выбирается он один вот и галочка шифровать именно файлов служит для того чтобы не видно было что какие именно файлов архиве на этом в принципе все опции заметно меньше вы видите чем в винрари вот и устанавливаете их и выбираете сжать архив получается вот такой вот файлик вот для лучшей совместимости и больше функциональности лучше открывать архиватором которым был создан этот архив то есть 7 7z это 7zip вот но в принципе он также откроется и с помощью винрар давайте попробуем открыть и извлечь файл вот сюда и окей да в принципе все нормально все разархивировалось вот так вот собственно все дела с архиватором не 7zip наверно нравится немножко больше так как он вроде бы немножко проще чем винрар вот архивируйте сжимайте передавать через интернет меньший объем информации с вами был антон девченко до встречи в следующих видео